МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Агуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Около 200 карагандинских пенсионеров приобрели льготные путевки в дом отдыха Таспулак. Однако новый владелец заявил, что никаких путевок не продавал. Пенсионеры заявляют, что стали жертвой мошенников. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов раскритиковал главу областного центра за мусор и грязь. Он отправил Акима Караганды в ранние утренние объезды. Многочисленные ошибки и нарушения закона. Специалисты отдела по развитию языков провели рейд, на котором выявили ошибки в коммерческих объявлениях. Обо всем более подробно. Сотни карагандинцев остались у разбитого корыта. Люди приобрели 160 путевок в дом отдыха Таспулак. Однако не смогут ими воспользоваться. У горного отеля сменился хозяин. Новый собственник сообщил своим клиентам, что их путевки недействительны. Десятки отчаявшихся карагандинцев не знают, от кого требовать свои деньги. На общую сумму около 18 миллионов тенге сотни человек, большинство из которых пенсионеры, в декабре приобрели 160 путевок в дом отдыха Таспулак. Однако о летнем отдыхе пенсионерам пришлось забыть. В конце марта каждый из них получил письмо от нового владельца дома отдыха, где сообщалось, что старый владелец Талгат Акуов привлекается к уголовной ответственности за мошенничество и находится под стражей в одном из следственных изоляторов Алматы. Также новый собственник дома отдыха сообщил, что путевки людей недействительны. Ошарашенные карагандинцы негодуют. Клочок бумаги сорвал все их планы. О том, что горный отель был продан, никто из них не знал. Теперь они требуют, чтобы им вернули деньги. Мы хотим, чтобы нам вернули деньги. Услуги нам уже не вернут, потому что этот не работает. Люди ездили, говорят, в ноябре туда ездили, ну, на ноябрьские праздники, на Наурыз. Там уже отопления не было. В общем-то, мы брали бизнес-класс, бизнес-класс не работал, эконом-класс только работал. И, в общем-то, услуг никаких почти не предоставлялся. Уже, в общем-то, был, ну как, полу-нерабочий. А сейчас, я считаю, он уже не работает. Некоторым из пострадавших все же удалось дозвониться до нового собственника дома отдыха Тасбулак Бауржана Жизбека. Однако, вразумительного ответа на свои вопросы люди не получили. Новый хозяин отеля лишь посоветовал карагандинца написать заявление в полицию. И говорю, как у вас так получается, что у вас с 12-го, но с 7-го, 17-го года как бы уже был акцион, и шла там, и вот эти всякие шли юридические эти операции, а вы нам до такого времени ничего не сообщали. А тут раз вы стоите перед фактом. Я говорю, все, получается, что вы сейчас отказываетесь нас принять, и все, он, да, мы, типа, все это. Вот, я говорю, и что нам теперь делать? Он, ну, вы в офис езжайте, значит, напишите там заявление, если в течение 10 дней вам не вернут деньги, то вы запрощаетесь, значит, в органы наши, в ДВД, там, в УВД, там, не знаю куда, что по факту мошенничество. Все, на этом разговор был окончен. Также новый собственник заявил, что не знал о продаже путева, которая осуществлялась после подписания договора купли-продажи и проведения государственной регистрации на право собственности. Однако люди ставят его слова под сомнение. Обманутый народ считает, что он обладал всей информацией, но не сделал ничего для разрешения ситуации. У него оказывается список всех, кто купил путевки, адреса, фамилии, имя, отчество и начинается рассылка всем. А то он говорит, я был не в курсе, оказывается, у него эти все документы. Как так может быть? То он не в курсе, то он владеет полностью информацией. Пострадавшие карагандинцы обратились в прокуратуру. В настоящий момент заявления людей рассматривают в Департаменте внутренних дел Карагандинской области. Юристы отмечают, что ситуация имеет два хода развития. К уголовной ответственности должен быть привлечен собственник товарищества с ограниченной ответственностью либо физическое лицо, которое осуществляло продажу путевок, не владея домом отдыха. Юридически здесь отвечает сама ТОшка. То есть если говорить об имуществе, которое было уже продано с торгов, то есть на сегодняшний день принадлежит третьему лицу, он не может отвечать по обязательствам данного ТО. Потому что сейчас имущество и сама организация отделены друг от друга. Имущество это передано третьему лицу, он не отвечает этим имуществом. А сама ТОшка будет отвечать. Но хотелось бы один момент сразу сказать, что в данном случае, если у данной ТО не имелось правовых оснований для реализации тех или иных путевок, то в данном случае это будет рассматриваться по 190-й часть 3-й Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть это мошенничество в отношении двух и более лиц. Также юристы отметили, что подобные случаи мошенничества в туристической сфере встречаются часто. Чтобы обезопасить себя, людям рекомендуется воспользоваться судебным кабинетом. Это единая система, которая выдает информацию об участии в судебных тяжбах тех или иных организаций. ТОХЖАН ЛЯНОВА, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов раскритиковал главу областного центра за мусор и грязь. Он отправил Акима Караганды в ранние утренние объезды. Напомним, что карагандинцы стали массово жаловаться на плохие дороги. После зимы асфальт стал разрушаться даже там, где еще летом проводился ремонт. Проезжую часть на улице имени Каныша-Сатпаева отремонтировали летом 2016 года. Не прошло и двух лет, а уже выясняется, дорогу придется переделывать полностью. Асфальтобетонное покрытие стало вышелушиваться, на дороге появились ямы. В чем же причина? Подрядчики пеняют на большой объем воды, который проходит по дороге во время таяния снега. Однако ни городские, ни областные власти такие доводы не устраивают. На очередном аппаратном совещании Аким области Герлан Кушанов обратил особое внимание на улицу Сатпаева. Глава области потребовал на законных основаниях спросить с генерального подрядчика за качество ремонтных работ. Он также подчеркнул, что подобная ситуация складывается и на других дорогах областного центра. Герлан Кушанов потребовал от Акима Караганды вставать рано и совершать утренние объезды по городу. «Вот через неделю я начну объезд по городу. И пораше вставать, Нурлан Ерикбаевич. Вы как руководитель города, президент в прошлом году же говорил, в пять утра Аким города должен вставать и ездить по городу. Это не я, это вы должны делать». На аппаратном совещании также обсудили реализацию проектов в рамках государственно-частного партнерства. В 2017 году отраслевые управления заключили 21 договор ГЧП на общую сумму более 7 миллиардов тенге. Помимо этого была начата реализация еще девяти проектов. По восьми из них в марте этого года заключили договоры. На процессы планирования и реализации проектов повлияли законодательные изменения. По предложениям отраслевых управлений государственных органов и Акиматов городов и районов сформирован пул проектов, предложенных к реализации в количестве 111 проектов. В том числе это 55 проектов, возможных к реализации в рамках текущих затрат, предусмотренных бюджетами всех уровней на 2018 год. 19 проектов, реализация которых требует выделения дополнительных средств из бюджетов всех уровней, но в рамках обязательств государственных органов, предусмотренных бюджетным законодательством. И 37 проектов, реализация которых предусматривает компенсацию инвестиционных затрат и операционных затрат частных партнеров. Проекты государственно-частного партнерства, инициированные государственными органами, презентовали бизнесменам на форуме, организованном совместно с региональной палатой предпринимателей. Проекты, которые получат положительное экспертное заключение, рассмотрят депутаты областного Маслихата. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде проверили, грамотно ли излагается информация на рекламных счетах и вывесках. Сотрудники отдела культуры и развития языков провели рейд по улице Бензинная. В ходе проверки выяснилось, что ни в одной из организаций не соблюдается закон о языках Республики Казахстан. Сотрудники отдела культуры и развития языков доходчиво объясняют владельцам организации малого бизнеса 21-ю статью «Закон о языках Республики Казахстан». Данная статья гласит, что вывески, реклама, бланки и прочая визуальная информация должна излагаться на государственном и русском языках. Однако, как показал рейд, закон соблюдает далеко не все. Подавляющее большинство из проверенных организаций не удосужилось указать на рекламных счетах и вывесках информацию на казахском языке. А те немногие, что все же решили соблюсти закон, допустили грубейшие грамматические ошибки. Сегодня в рамках областного месячника мы решили провести рейд, чтобы проверить соблюдение грамотности наружно-визуальной информации и рекламы в городе. В ходе проверки мы обошли пять организаций, расположенных по улице Бензинной. К сожалению, ни одно из них не соответствует закону о языках. Найдены грубые нарушения. На рекламных вывесках нет информации на государственном языке. Мы объяснили владельцам, что необходимо исправить. Они отнеслись с пониманием. Как оказалось, грубые грамматические и лексические ошибки в рекламных текстах на казахском языке допускаются из-за легкомысленного отношения владельцев. Вместо того, чтобы обратиться к профессионалам, руководители малого бизнеса доверяют перевод русского текста своим сотрудникам, которые в малой степени владеют казахским языком. У нас есть кто по-казахски хорошо говорит, понимает. Он тоже смотрит это, для него это все понятно. Ну, по культуре, да? Наше развитие культуры говорит как-то чуть по-другому. Ну, окей, исправим. Несмотря на то, что целью рейда было не Коране, а разъяснение, отвечать за несоблюдение закона языках, бизнесменам все же придется. С 2017 года отдел культуры и развития языков обладает полномочиями взыскать штраф у владельцев организаций. Если в течение года ошибки на рекламных счетах и вывесках не исправят и не дополнят их информации на государственном языке, владельцам организации придется заплатить штраф в размере от 5 до 20 мрп. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок – 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас – 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Санитарные врачи призывают карагандинцев требовать у продавцов сертификат соответствия на продукты питания. Особенно на овощи и фрукты. В торговом доме «Реал» специалисты провели акцию, во время которой предлагали посетителям проверить овощи и фрукты на содержание нитратов. Житель караганды Евгений Сухин посещает этот супермаркет каждый день. На качество продуктов никогда не жаловался. Но на всякий случай проверил свои покупки. Количество нитратов оказалось на минимальном уровне. По его мнению, такие акции должны проводиться периодически. Я думаю, да, почаще, потому что все равно попадается, допустим. Нужно лучше доверять, напроверять, как пословица говорится. Так что очень удобно, надо беречь здоровье. Данную акцию организовали специалисты управления охраны общественного здоровья Октябрьского района Караганды совместно с Национальным центром экспертизы. Мероприятие прошло в рамках реализации программы развития здравоохранения. Целью данной акции является информирование населения принципом безопасного питания, определение пригодности приобретаемой пищевой продукции, профилактика острых кишечных инфекций и так далее. В представленных образцах эксперты не выявили превышение допустимых норм. Менеджеры супермаркета заявляют, что внимательно следят за качеством продуктов, особенно овощей и фруктов. Наш супермаркет открылся недавно, и мы заботимся о качестве продуктов и заботимся о покупателе. Товар принимаем с сертификатом качества, с декларацией. Санитарные врачи отмечают, что это не проверка, а именно акция. Стоит отметить, что по санитарным нормам врачи не могут планово проверить рынки и торговые точки. Проверку они могут инициировать лишь вне планово, по жалобе от потребителей, если будет подтверждена угроза общественному здоровью. Так, в прошлом году в департамент поступило 10 жалоб от жителей Карагандинской области на качество продукции на рынках и в магазинах. В шести из них врачи увидели возможность потенциальной угрозы здоровью людей и инициировали проверки. Но чтобы не допустить вред здоровью, санитарные врачи рекомендуют требовать у продавцов сертификаты, а также принимать участие в подобных акциях. Андрей Тен, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде прошла шестая конференция, посвященная изучению наследию Ахмета Байтурсынова. Свыше 30 студентов колледжей со всего региона защитили научные проекты о деятельности великого поэта, учителя нации и борца за светлое будущее казахского народа. Конференция, посвященная пропаганде изучения литературного, методического и общественного наследия Ахмета Байтурсынова, собрала 35 участников со всей области. Им предстоит бороться за призовые места в трех категориях. Мероприятие приурочено к 145-й годовщине со дня рождения лидера Алаш. Организаторы отмечают, что главная цель конференции – сделать все, чтобы деяния Ахмета Байтурсынова никогда не предавали забвению. Мы хотим напомнить всем о том, что сделал великий поэт, публицист, ученый Ахмед Байтурсынов для своего народа. Мы проводим подобные конференции каждый год среди школьников и среди студентов колледжей. На сегодняшний день к нам поступило много заявок об участии, но мы отобрали лишь самые лучшие работы. Их свыше 30. Участники конференции – это молодежь, для которой понятие «патриотизм» – не пустой звук, а инстинктивное чувство. Студентами движет желание поближе познакомиться с биографиями людей, которые внесли огромную лепту в сохранение национального духа. Одним из таких людей был Ахмед Байтурсынов. В числе многочисленных талантов – лидера Алаш, поэзия, преподавательская и просветительская деятельность, переводы и публицистика. Студентка Карагандинского гуманитарного колледжа Несибелик Янбекова решила посвятить свою научную работу изучению педагогических трудов Ахмета Байтурсынова. Интерес к педагогике вызван тем, что в будущем девушка планирует стать учителем. «Мне интересна именно эта сфера и его деятельность, потому что я будущий учитель младших классов. Я изучила много учебных и методических пособий Ахмета Байтурсынова, которые он написал для просветления своего народа. Думаю, в будущем мне поможет этот опыт». В судейскую коллегию конференции вошли профессоры Карагандинского государственного университета имени Евния Растановича Букетова, методисты и преподаватели казахского языка и литературы. В завершение конференции обладатели призовых мест наградят дипломами и призами. Тухжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Офицеры и психологи регионального командования Орталых национальной гвардии вновь собрались вместе для участия в учебно-методических сборах. Участникам продемонстрировали новые методы работы с личным составом. В армии психолог как скорая помощь, но зачастую работа армейского психолога сегодня в чем-то похожа на работу следователя. Психолог общается с военнослужащим, изучает конкретную ситуацию, в которой он оказался. Задача профессионала в ней разобраться. Именно психологи помогают солдатам срочной службы разобраться с его проблемой, дать возможность посмотреть на нее с разных сторон. Психолог должен владеть искусством слышать, слушать, понимать и правильно выстраивать беседу. Обо всем этом шла речь на учебно-методических сборах. Дело в том, что сегодня человек живет в глобальном мире, в большом информационном пространстве, где не всегда даже самый умный, высокоинтеллектуальный человек может разобраться в различных сферах человеческой жизни. Поэтому на первое место сегодня выходит эмоциональный интеллект. То есть тот человек, у кого высокий эмоциональный коэффициент эмоционального интеллекта, тот на сегодняшний день легко разбирается, умеет распознавать, определять, где какие вопросы, где какие проблемы и свободно ориентироваться в этой жизни. Стоит отметить, что большинство психологов – женщины. Поскольку считается, что именно женщина-психолог, как никто другой, способна выстроить доверительные отношения с личным составом. Майор Саида Атоксанова служит военным психологом уже 16 лет. Работу свою любит искренне, но не обходится и без сложностей. Сложно, когда требуется помощь солдату. Тоже переживаешь за них. Вот в этом сложности. Национальная гвардия – это одно из военизированных подразделений, которое в мирное время выполняет боевую службу. Это и охрана общественного порядка, и ликвидация последствий различных чрезвычайных ситуаций, как техногенного, так и природного характера. И в этой ситуации мы проводим различные тренинги для психологической готовности военнослужащего идти, оказывать помощь даже в различных ситуациях, и в ситуациях опасности, например, для жизни и здоровья человека. Военные психологи обменялись накопленным опытом практической работы, поделились секретами и особенностями психологической работы. Также были представлены психодиагностические комплексы, как уже заслужившие признание войсковых психологов, так и новейших образцов. И последнее на сегодня. Акимат Караганды приглашает безработных горожан на очередную ярмарку-вакансии. Она состоится 13 апреля с 10 до 15 часов в спортивном комплексе имени Нуркена Абдирова. В последние годы ярмарки-вакансии стали популярным и доступным методом трудоустройства. Последняя городская ярмарка состоялась в сентябре. В своей вакансии на ней представили 112 предприятий Караганды. Безработным была предложена возможность краткосрочного профессионального обучения на бесплатной основе с выплатой стипендий. В рамках мероприятия 62 человека изъявили желание обучиться и получить новые специальности. 182 человека получили направление на трудоустройство. 238 безработных оставили резюме. А 204 человека получили подробную консультацию по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Городские власти уверены, что и предстоящая ярмарка-вакансии будет столь же результативной. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солбомстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова